Вот уже два с половиной года на востоке Украины длится вооруженный конфликт. За это время в нем погибло 23 тысячи человек. Каждый месяц по 34 жертвы. Женщины, дети, пожилые люди, ополченцы, журналисты, врачи. В поддержку тех, кто не захотел покидать родной дом, тех, кто сейчас защищает Донецк, Луганский, Синоватую, Горловку и другие города, российские творческие коллективы дают концерты. Участник группы СССР Александр Жадан хорошо знает, насколько важны для жителей воюющих областей такие мероприятия. Я знаю по себе, когда в Афганистане к нам приезжали артисты, Кобзон Иосиф Давыдович, с которым мы до сих пор дружим еще с Афганистана. Да многие-многие-многие артисты, как мы их солдаты, как мы их ждали. Потому что, знаете, поддержка нужна. Чтобы он не говорил, что я, почему я один. А когда они просто там поддерживают письмо, песня, артисты, это очень многое значит. Александр Жадан родился в Луганской области, учился в Донецке. Он помнит свой город в мирные дни. Сейчас Донецк наполовину разрушен. Некогда шумные улицы опустили. Не слышно детского смеха. Люди привыкли к новому, бесконечным перестрелкам и эвакуациям. Одним словом, война. Второй исполнитель Андрей Лемещенко – профессиональный музыкант. В 2005-м он стал участником группы СССР. Андрей никогда не воевал в горячих точках, но теперь хорошо знаком с тем, что происходит там, вдали от мирной жизни. Ну, это страшно, конечно, то, что мы увидели. На самом деле, все, что показывается в СМИ и освещается, это так есть. Здесь никто ничего не преувеличивает, никто ничего не собирается скрывать, потому что то, что мы увидели, действительно, мы вот, вот она правда здесь. Мы надеемся, что справедливость восторжествует, конечно, и не будет этой непонятной войны. Ну, и мы, конечно, будем ездить, будем помогать песнями. Мы заезжаем и в детдома, в интернаты, в больницы, в госпитали, в школы. Это нужно и детям, это нужно и взрослым, это нужно и старикам. Творчество ребят отмечено государственными наградами. Артисты убеждены, что их песни – настоящее оружие, способное помогать людям. За годы существования коллектива они объездили все горячие точки и даже побывали в Сирии, где выступали вместе с хором Александрова. О его солистах они вспоминают с теплотой и со слезами на глазах. К сожалению, да, друзья наши, они брали наши песни в работу к себе, они наши песни пели Александровцы. То есть, для нас это ужасная трагедия, что ребята, с которыми мы выступали на одной сцене, ездили по горячим точкам и вот такая, это больно. До сих пор я не могу об этом говорить спокойно. Это как второй Донбасс. Вот взять вот целую команду профессионалов, артистов взять и просто вот потерять, это ужасно. Солисты группы СССР признаются, что случайно оказались в Одинцовском районе проездом. Они уверены, что такие благотворительные вечера объединяют людей всех национальностей, как было когда-то в СССР. Впереди артистов ждет большое турне по городам России и, конечно, поездка на Украину. Я не знаю, наверное, не осталось ни одного города, где они не выступили, ни одной больницы и ни одного детского дома, где они не были и не пожали руки воспитанникам или выздоравливающим. Они считают своим долгом участвовать в жизни этих людей, потому что такая беда, она, ну, не дай бог, но может прийти в дом каждого, не дай бог, подчеркиваю. Сейчас она там. В 41-м это было другое что-то, в 17-м, третье. Ну, вот они считают своим долгом быть соучастны к этой беде. На Донбассе группа была уже семь раз. Они хорошо знали командиров ополчения, Моторолу и Гиви, которых уже нет с нами. Песню «Небесный батальон» артисты посвятили всем друзьям, не вернувшимся с поля боя. Песня «Небесный батальон» Все песни артисты пишут сами. Каждая композиция посвящена тому или иному событию афганской войне, вооруженным конфликтам в Чечне, Сирии, на Украине. СССР – военно-патриотическая группа Российского Союза ветеранов Афганистана. Одна из их песен стала гимном этой организации. Мы живем, не смотря ни на что. У них сердце живет, не сожившая рана. Мы идем в пол, ставший землет. Мы Российский Союз ветеранов Афгана. На благотворительный концерт Назарьева собралось несколько десятков человек. От мала до велика. Все они пришли поддержать жителей Донбасса. На глазах гостей слезы. Многие воспринимают это горе как свое. Дарья Сутягина, Леонид Бурдин, телекомпания Одинцова.